Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, премьи выше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими посланиями вместе с Церковью. Сегодня пятница, 11 сентября, и мы с вами читаем отрывок из послания апостола Павла к Галатам, 4 главу, с 8 по 21 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Но тогда, не знавши Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги, ныне же познавши Бога или лучше получивши познание от Бога. Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. И так неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас, Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Вот такой отрывок мы сегодня с вами прочитали. Братья и сестры, где апостол Павел продолжает увещевать членов Галатийской церкви в том, чтобы они вспомнили о том первоначальном послании, той первоначальной вести, которую принес им сам апостол Павел. И не подчинились бы тем проповедникам, которые пытались бы вернуть их опять к рабству закону Моисеева, к рабству внешним законническим принципам. Или, как апостол Павел говорит, стихиям мира, то есть к чему-то человеческому, чему-то не имеющему прямое божественное происхождение. И вот мы здесь как раз-таки и слышим его наставление, что когда-то они не знали Бога, Галаты, будучи язычниками, но теперь же, девятый стих мы опять с вами читаем, познавши Бога или лучше получивши познание от Бога, потому что на самом деле действительно любое истинное познание – это не результат только лишь человеческих усилий, человеческого интеллекта, человеческого образования, но в первую очередь это результат откровения Божия. Мы знаем, что даже великие ученые очень часто говорили о том, что те открытия, которые они совершали, происходили в их голове не только благодаря тому, что они сидели, размышляли долго над какой-то проблемой, используя свои знания, свой интеллект, но и потому, что им это действительно открывалось на каком-то подсознательном, интуитивном уровне. И вот, говорит апостол Павел, что если вы имеете познание от Бога, обращаясь к Галатам, то для чего опять возвращаетесь к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Апостол Павел относит к вещественным началам мира, согласно толкованию, конечно же, и все языческие предрассудки, все языческие представления, но и житие под рабством закона он тоже относит к вот этому состоянию рабства, вещественным началам мира. Потому что, как он рассуждал до этого, мы с вами читали эти отрывки, закон, несомненно, был дан самим Богом, но он был дан после обетования и уже как бы впоследствии. То есть основное все-таки, что дал Господь, это было обещание Аврааму, которое исполнилось во Христе. Закон же дан был после для того, чтобы показать человеку его немощность, его греховность. И поэтому, несмотря на то, что закон – это Богом данная реальность, тем не менее он имеет отношение к вещественному началу мира, к земной жизни, к внешнему социальному поведению человека. Он не затрагивает сердце человеческое, он не может изменить человеческое сердце. В 10 стихе апостол Павел в качестве примера того, что галаты хотят рабствовать вещественным началом мира, приводит такие слова «наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Мы знаем, что в иудейском календаре Ветхозаветом было огромное количество праздников, особенных праздничных дней, особенных постановлений, связанных с этими днями. Ну, конечно же, апостол Павел больше всего говорит о центральном обряде Ветхого Завета, об обрезании, о соблюдении субботы. Ну и, конечно же, он имеет в виду все остальное, что является частью Ветхого Закона Моисеева. И апостол Павел задает им вопрос, что вы все это наблюдаете, во всем этом разбираетесь, всему этому следуете, «А ведь вам во Христе открылась совершенно новая реальность, совершенно новые горизонты». И дальше апостол Павел увещевает галатов и вспоминает о том, как он был первый раз в галате, и как он проповедовал в первый раз, как он основывал церковь галатийскую. И он, вспоминая об этом, говорит о том, что тогда галаты приняли вы очень радушно, очень гостеприимно. И вот в 13 стихе он пишет, «Знаете, что хотя я и в немощи плоти благорестовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей, и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». То есть действительно апостол Павел был принят в первый раз в галате, как служитель Божий, как ангел Божий, как сам Иисус Христос. То есть действительно галаты приняли апостола Павла как действительного истинного посланника Христа Иисуса. И в 15 стихе апостол Павел пишет, «Как вы были блаженны в тот момент! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Согласно некоторым толкованиям, апостол Павел страдал болезнью глаз. Ну, все мы знаем историю апостола Павла, как часто он подвергался различным бедственным ситуациям, и побивали его множество раз, и тонул он. И, конечно же, он был достаточно болезненным физически человеком в результате всех этих ситуаций. И вот в частности считается, что, возможно, он имел болезнь глаз, плохо видел. И здесь он как бы намекает на то, что галаты, видя вот эту немощь физическую апостола Павла, в частности, вот эту его болезнь, связанную с глазами, они были готовы свои глаза ему отдать, чтобы только облегчить ему страдания, облегчить ему жизнь. И вот апостол Павел так вот здесь это эмоционально выражает, что если бы было возможно, то вы бы свои очи исторгли и отдали бы мне. Вот какие были отношения между апостолом Павлом и галатами в тот первый его приход, в то первое его посещение. И здесь апостол Павел выражает недоумение, что «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Это 16 стих. То есть неужели после вот той встречи, после той проповеди теперь вы будете считать меня своим врагом только лишь потому, что я вас обличаю, я вам напоминаю ту истину, которую я вам проповедовал в первый раз. И далее в 17 стихе апостол Павел опять упоминает вот об этих людях, которые смущают галат, ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. То есть апостол Павел намекает на то, что эти проповедники, они пытаются просто оттянуть членов галатийской церкви к себе, да, сделать своими адептами их, чтобы те забыли про апостола Павла. И апостол Павел всегда говорит о том, что он проповедует именно ради истины Христовой, а вот эти лжепроповедники чаще всего проповедуют ради своей собственной выгоды, собственной пользы экономической и внутренней, да, как умножая свой авторитет, свою власть над людьми. И вот в 19 стихе апостол Павел очень тоже эмоционально и очень так вот красиво восклицает, что «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас, Христос». Действительно, апостол Павел всегда проповедовал так, с таким рвением, с такой истовостью, с такой открытостью, с такой ревностью, что, в общем-то, для него дело проповеди являлось как бы делом рождения, нового рождения людей, рождения во Христе. И здесь он проводит такую параллель, что, как всякое рождение физическое, связано с муками родными. Как, помните, в Евангелии сказано, что жена, когда рожает, терпит скорбь, а когда уже родит ребенка, то радуется и не помнит скорби, потому что родился человек в мир. Так, здесь апостол Павел тоже говорит о том, что он в муках рождения снова, хотя он уже первый раз, когда был, он проповедовал Христа, он уже испытывал эти муки рождения. Но сейчас из-за вот этих лжеучителей он вынужден снова испытывать эти муки родные, чтобы все-таки Христос отобразился в Галатах, чтобы эти лжеучителя не затмили образ Христа вот этими различными ветхими постановлениями, учениями, обрядами, ритуалами. Поэтому апостол Павел здесь, конечно же, так истово восклицает о своем вот этом стремлении родить вечную жизнь во Христе Галатов. Напомню вам, дорогие братья и сестры, что сегодня мы с вами читали отрывок из послания апостола Павла к Галатам, 4 главу, с 8 по 21 стихи. Напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем для нас с вами великое утешение и отрада, и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова